Ивановский путешественник Олег Волынкин готовится к новой кругосветке, второй по счету. Напомним, в 2011 году на Чукотке завершилась трансарктическая экспедиция «Путь Ориона». Почти год Тримаран-Русь находился в Анадоре. Путешествия по Северным морям наложили свой отпечаток на корабль, проделавший столь долгий путь. Остатки корабля, конечно, выглядели плачевно, особенно пневмобаллоны, особенно палуба, наша рубка. Восстановлению там ничего не подлежало. Мы смогли вывести только остатки оборудования. Это двигательную технику, часть снаряжения по Тихому океану до Владивостока, далее по железной дороге в Москву и, соответственно, в Иваново. В 2013 году были изготовлены новые пневмобаллоны, слеги, рубка. Тримаран стал больше, появилось дополнительное оборудование. Корабль обновился на 60%. За время, что остается до экспедиции, а это около полугода, изменится и парусное вооружение. Появится прямой парус в гамме российского триколора. Капитан корабля Александр Ливанов к известию о новой экспедиции отнесся с воодушевлением. Много еще осталось дел по железкам, которые надо доводить до ума. С движком еще не очень в порядке, еще надо приобретать. Время, время. А времени осталось всего полгода. Я думаю, все будет нормально. Успеем. Вторая кругосветная экспедиция носит название «Гордость России». Стартует она из Плеса. Ивановским путешественникам за 532 дня предстоит преодолеть 33,5 тысячи морских миль или 68 тысяч километров, пересечь три океана и побывать в 46 странах. Первый этап проекта носит историковый мемориальный характер и посвящен памяти жертв Первой мировой войны и 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Наша победа во Второй мировой войне – это гордость России. Мы помним, что сто лет назад Россия внесла самую важную лепту в Первой мировой войне, потом, которую не по праву назвали империалистической, которая была забыта. А ведь несколько миллионов русских солдат пало на фронтах, особенно в Европе. Именно в Первую мировую войну сто лет тому назад Россия спасла от уничтожения Францию. Мы гордимся, что это сделал русский народ. Второй этап экспедиции приурочен к 170-летию выдающегося русского мореплавателя, этнографа и географа Николая Миклуха Маклая. Ивановцы планируют посетить Папуа-Новую Гвинею. Это так называемые берега Миклуха Маклая. Папуасы чтят его, потому что много лет он пробыл там. Он принес культуру, он принес механизмы, инструменты. Самое главное, что он принес мир между племенами, за что его чтят, потому что они друг друга не уничтожили. Только потому, что он был человеком мира. Его так и называли – человек с луны или человек мира. Один из сложнейших участков маршрута – мыс Горн. Самая южная оконечность нашей планеты и пролив Дрейка. Преодолеть этот путь моряков значит показать высочайшее мастерство. Есть такое поверье. Все-таки две северные оконечности прошли. Но говорят, что если до Беринсгаузена пролив Дрейка пройти, то мореходы имеют полное право в правом ухе проколоть седру и повесить серьгу. Посмотрим. Так что в следующий раз, когда приеду после экспедиции, может быть, с серьгой увидите, если все сложится удачно. Вместе с Олегом Волынкиным в путь отправятся проверенные годами и морями люди, в том числе и механик Альберт Базлов. Ему в феврале следующего года исполнится 80 лет. Это тот, который механику знает на 100%. Это тот человек, у которого нет замены. Но, значит, я сказал так. Олег Альбельхер, пойдете настолько, насколько хватит вам сил, здоровья и всего остального. Скажете, что все, значит, отправлюсь в любой точке. Но его желание к жизни, его желание к стремлению, он активно готовится к этому походу. Я уверен, уверен в нем. Маршрут экспедиции детально проработан и расписан буквально по дням. Стартуют ивановские путешественники в мае 2015-го. Вернуться планируют в сентябре 2016-го года. В своей команде и в «Тримаране» Олег Волынкин уверен. Неприятных сюрпризов скорее стоит ждать от океана, а нет людей.